Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Еще несколько лет назад в Самаре о гольфе ничего не знали, а сегодня наши спортсмены по мини-версии одни из лучших в стране. В этом году планировалось построить поле для классического гольфа. На каком этапе находится проект и как выступают на турнирах наши чемпионы, мастеру спорта расскажет Владимир Фисенко, директор Самарской областной федерации развития гольфа. Здравствуйте! Добрый день! Ну, надо сказать, что надежда умирает последней, я имею в виду именно по большому гольфу. Как вы помните, зимой у нас приезжал вице-президент Ассоциации гольфа России Денис Заребко. Мы встречались с рядом предпринимателей, в том числе и в Малой Царевичной Центре Отдыха и Спорта Склон. И, в общем-то, Ассоциация гольфа России попробовала, сказала, мы найдем вам спонсора, если будет земельный участок. Ну, вроде бы, как бы, мы и не только вот с Малой Царевичной, но еще в одном месте, просто пока еще вопрос не решен до конца, я не могу, как говорят, чтобы не сглазить-то, да. Мы этот вопрос, в общем-то, решили. А вопрос с финансированием пока, как говорится, уже на повестке Москвы стоит. В принципе, они нам прислали проект трехлуночного поля, пар 3, пар 4, пар 5, и на котором, в принципе, можно играть, получать гандикапы, разряды, проводить официальные соревнования. То есть весь вопрос сейчас в наличии финансирования. У нас, благодаря активной такой поддержке администрации педуниверситета, ну, сейчас он носит другое название, уже 4 года работают цикл, курс, вернее, по гольфу и мини-гольфу на базе вот факультета физической культуры и спорта, на кафедре спортивных игр, на котором студенты первого и третьего курса получают азы именно вот тренировочного процесса, общие понятия, играют пока, правда, в мини-гольф и в аналог такой зального гольфа с такими мячами, которые не могут травмировать ни обстановку, ни друг друга. Но я надеюсь, что в будущем году студенческая сборная по гольфу, по большому гольфу, поедет уже на третий чемпионат в Москву, причем планируется в очень хорошем там клубе, гольф-клубе в Пестово, международного такого значения, там и международные турниры проводились. Это вот то, что можно сказать по подготовке. Чем радуют нас спортсмены по мини-гольфу в этом году? Здесь я считаю, что у нас самый настоящий прорыв, потому что в мае у нас прошло перенство России по мини-гольфу. Это на площадочке 117-й школы-интерната, там международного формата у нас миниатюр-гольф, которым, кстати, заявка подана на чемпионат Европы 2019 года здесь в Самаре. И впервые наша спортсменка Елена Суконикова очень уверенно победила и впервые стала чемпионкой России среди юниоров. И самое интересное, вот буквально недавно, в начале июля, прошел уже чемпионат для взрослых России по мини-гольфу о Владикавказе. Так вот, наши спортсмены, немножечко, конечно, неожиданные для нас, взяли все золото. То есть та же самая Елена Суконикова впервые, как говорится, причем опять-таки очень уверенно завоевала золото. Игорь Пантелеймонов, золото также среди мужчин. И вместе с Тимуром Рамазановым они взяли втроем, да, взяли и тоже в очень серьезной переигровке с москвичами, которые раньше никому не уступали, на последней лунке победили и тоже взяли золото. То есть, в общем-то, я считаю, что Самара де-факто становится центром мини-гольфа в России. Сейчас наша команда выступает в Швеции, юниорская команда на первенстве Европы. И из восьми членов спортсменов пять именно из Самарской области. Я надеюсь, что, по крайней мере, женщины должны повторить прошлогодний успех, когда они в прошлом году на первенстве мира среди юниоров взяли бронзу. Вот с ребятами немножечко сложнее, но кто знает, может, и они нас удивят, очень приятно. А на первенство уехали те же, кто хорошо выступил на России? Да, да, да. То есть, они уже члены юниорской сборной России официально. И можно, конечно, спросить, вот в чем основа успеха? Я вот тоже вот думаю, в чем. И считаю, что буквально вот несколько факторов. Первое – это энтузиазм и тренеров, и родителей. Потому что, если бы не было энтузиазма родителей, мы бы с детьми, как говорится, далеко не продвинулись. А у нас многие родители и играют вместе в турнирах, и уже помогают нам, и уже имеют судейские категории. И тренеры, тренерами стали-то. Второе – это все-таки поддержка, мощная поддержка. И областного министерства спорта, и городского департамента спорта, и со стороны образования. Потому что с 2014 года на базе детско-юниорской спортивной школы номер 7 городского округа Самара у нас впервые в России открыто отделение гольфа. Вот там тренеры имеют ставки, работают по школам. И, собственно, вот те самарские ребята, которые поехали вот в составе сборной России, это вот именно воспитанники дюж номер 7. Ну и, конечно, поддержка, вот, очень администрации 117-й школы, интерната. У нас очень хорошая традиция 154-й школы, в 6-й школе, в 4-й гимназии. И сейчас проводятся переговоры, чтобы работать, в общем-то, и в других тоже школах. То есть это раз. Второе, что у нас не только вот эти дети, да, играют. У нас играют лица с ограниченными возможностями. Причем они играют, ну, вместе со всеми здоровыми ребятами. И причем вот Костя Пирагин, ученик 117-й школы, слабослышащий интерната, он вошел в десятку лучших юниоров России, занял 10-е место на первенстве России. То есть вот большой успех там. И в последнее время очень интересно наблюдать, как ветераны, причем не просто вот там пенсионеры или что, а лица, которые выступали достаточно в спортивных мероприятиях, мастера спорта там, по гимнастике, по легкой атлетике, они нашли для себя новую, как говорится, дисциплину. Вот у нас прошел буквально на днях тоже городской турнир, открытый, который проводит департамент города Самара. И там играло 7 или 8 пенсионеров. Причем они так, как говорится, бойко играли с молодыми. Ну, молодые, конечно, их все-таки обыгрывают. Поэтому я надеюсь, что при дальнейшей поддержке администрации мы действительно станем не только общероссийским центром, но и одним из центров европейским. Потому что, как я уже повторял, в 2019 году планируется проведение здесь у нас первенства Европы. Но если мы затронули молодежь и ветеранов, все-таки любой спорт, основная, так скажем, лакмусовая бумажка, это взрослые. Здесь что у нас происходит? Показываем какие-то результаты? Ну, как сказать-то? Ну, дело все в том, что когда первый раз мы приехали в 2009 году на первенство России, в Москве проходило, да, то турнирная таблица была очень интересной. Вверху вся Москва, ну, там Питер, Нижний Новгород, все последние места были самарскими. В этом году... Это 18+. Нет, это среди юниоров, я имею в виду. То есть мы с самого начала сделали ставку только на ребят. И то есть те субсидии, которые давало нам Министерство спорта, мы тратили только на поездки ребят. Но взрослые, в общем-то, как говорится, решили это. И такая стратегия, она вот дала результаты. Вот в мае, например, разыгрывалось у нас 6 медалей среди старшего юниорского возраста, старше 15-ти, и среди младшего юниорского возраста до 15-ти, да. Так вот там мы взяли 3 медали, да, среди вот старшего юниорского возраста, а все 6 призовых мест как у девчонок, так и у мальчишек были уже нашими. То есть вот этот резерв, который, я уверен, через год-два войдет уже в взрослую сборную России и, как говорится, будет там доминировать. Вот с такой большой надеждой. Тем более, что в этом году, в сентябре, на первенство мира уже впервые среди взрослых поедут трое наших спортсменов, юниоров. Это был «Гольф» на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15,8 или раньше на спортивных площадках Горда С. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин